Вы смотрите программу «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Здравствуйте! Чувство собственной значимости, высокая оценка своих навыков и требования особого отношения. Чувство превосходства крепнет, а взаимоотношения с людьми и работой портятся. В психологии у этого явления есть название «звездная болезнь». И подвержены ей не только известные персоны, но и обычные люди. Что такое звездная болезнь, как она проявляется и какие у нее могут быть последствия. Об этом поговорим сегодня. В гостях у нас психолог Елена Яшина. Елена Закировна, здравствуйте! Здравствуйте, Галина! Рада видеть снова у нас в студии вас. Итак, что же такое звездная болезнь, какие у нее симптомы? Ну, звездная болезнь, к счастью, это не болезнь. Это все-таки некое, ну, если говорить об определении, его в психологии как термина нет. Но есть такое определение, что это совокупность признаков социальной дезадаптации, связанная с чувством собственной значимости, как вы верно сказали. Ну, то есть, по большому счету, это расстройство социального поведения, если уж на то пошло. То есть, к счастью, это не болезнь в нашем обычном понимании. То есть, человек может быть совершенно не болен над тем. Другой вопрос, что это может быть связано с определенными расстройствами личности, но не всегда, кстати. Тут поэтому о симптомах, наверное, мы не будем говорить, потому что, строго говоря, это не болезнь. Но мы скажем о признаках, наверное, этой звездной болезни. То есть, с чем связана звездная болезнь? Звездная болезнь связана... И вот, кстати, знаете, замечательно, что это как-то очень хорошо оформлено людьми. Вот вообще, обратите внимание, что все социальные расстройства, расстройства поведения, они всегда... у них очень яркие ярлыки. Ярлык, согласитесь, очень яркий. Звездная болезнь. Как это выглядит? Человек неадекватен по отношению к оценке своего поведения. То есть, он просто ведет себя так, как, собственно говоря, чем не является. То есть, он чувствует себя такой звездой, до уровня которой не дотягивает. Вот так это происходит. И поэтому зачастую признаки этого какие? То есть, человек надменен зачастую, неадекватен, не понимает, что делать в соответствии со своим положением. Вот это, кстати, очень важный момент. Здесь, знаете, зачастую мы путаем вот эту вот звездную болезнь и звездность как таковую. Которая, кстати, в России вообще является таким обязательным, что ли, поведением. Да и не только, наверное. Есть такое поведение звезды. Это немножко другое. То есть, когда звезда является яркой, да, например. Да, конечно. Или, например, звезда-лидер должен удержать свое положение, доминирование. Или, например, руководитель правильно устанавливает дистанцию. Это другое. То есть, установление своего положения, признание своего мастерства, например, профессионалам. Это другое. Все, наверное, попадали под власть профессионалов великолепных, которые, ну, там, четко говорят, что делать. И вы понимаете, что это магия вот этого профессионализма. Вот это не надо путаться со звездной болезнью. Это как раз очень здоровые проявления, когда человек четко говорит, что я отвечаю за решение, потому что мой статус выше. Это нормально, это не звездная болезнь. Или, например, когда человек говорит, я вижу, как будет выглядеть шоу. То есть, например, или когда творец говорит, подождите, не мешайте мне творить, да. Это как раз очень здоровые, правильные признаки, которые никакого отношения к звездной болезни не имеют. Что такое звездная болезнь? Это когда человек, например, такой, ну, скажем, там, эстрадный, там, герой и так далее. Например, может накричать на журналистов, мы знаем такие случаи и так далее. Это проявление, да, конечно, звездной болезни. Или, например, когда молодой еще человек, получая назначение на должность, вдруг чувствует, что он там король положения, начинает указывать всем в компании, как себя вести. Это тоже про это. Или, например, тиктокер, у которого один миллион подписчиков вдруг образуется, считает, что он теперь король мира, и что теперь все должны его признавать, но его, например, не знают люди, и он не понимает, что он даже неизвестен там в каких-то кругах. Вот это вот да. То есть когда человек не может соизмерять реальность с тем, что как бы он чувствует. То есть получается у этого человека нарушены отношения и понимание критики. Он неадекватен. Не только критики. Вот посмотрите, он является просто неадекватным в данный момент. Критики уж, конечно, до критики зачастую он даже не добирается. А если слышит критическое какое-то замечание, то это может порвать его просто эмоционально, мы это тоже видим. Но тут именно он не понимает, скорее, что происходит в реальности. Вот с этого все начинается. То есть просто, например, не может адекватно оценить свое положение, действия людей. Вот это да. Откуда это берется? Очень интересный вопрос. Я думаю, с разных сторон. И прямо сейчас попробовать признаки четко перечислить. Первое, что приписывают звездные болезни, это, конечно, психологические проблемы, часто расстройство личности. Но я бы не переоценивала только эти факторы. Да, конечно, человек с нарциссическим или истерическим, например, расстройством или с параноидными акцентуациями более склонен к звездной болезни особого рода. И по-разному можно их увидеть. Наверное, да. Например, дефицит похвалы у человека или дефицит критики какой-то в определенном возрасте тоже может это вызывать. Но я бы обратила внимание еще и на другие моменты. Следующее – это особенности среды. И, к сожалению, в российской среде, которая стремится к бесконфликтности и восхвалению руководителя. Но есть у нас такое качество, такое уважение к такому человеку высокого, так сказать, уровня. Такое чинопочитание присутствует, будем честными. Причем зачастую ведь люди у нас часто и говорят, что мы там хвалим начальника, но на самом деле к нему так не относимся. Патернализм такой, мы называем таким термином. Вот это есть. И здесь, конечно, руководителю, например, там уже надо самому быть внимательнее. Потому что зачастую у нас люди похвалят человека и сами же смеются за его спиной. Он говорит, ой, Иван Васильевич, вы такой прекрасный, вы такой замечательный. Тост еще скажут на празднике и за спиной смеются. А человек это принимает на веру. Это да, есть такое. То есть такое продолжение родительской семьи. Есть еще следующий момент. Это когда человек находится не на своем месте. То есть встает на должность, которая ему не соответствует. И, кстати, если говорить об управленческой звездной болезни, то чаще всего она связана с последним. То есть вы, наверное, также замечали это, я думаю, для кого-то это сейчас станет узнаваемым сразу. То есть вы замечали, наверное, это, например, человек работает на одном месте. Ну, например, он прекрасный инженер. Он всем нравится, да. То есть все понимают, что он очень адекватный человек. Вдруг его ставят руководителем, например. Ну, замдиректора завода. Вот у меня такой есть пример на практике. И так как он не знает, что там делать. Управленец он не очень талантливый. Ну, просто так получилось, случилось в карьере, попробовали. Он начинает вдруг завездить неадекватно. Ну, то есть отдавать распоряжение. Даже там, например, бросать телефон ему, там, например, мобильным, там, в подчиненном, ну и так далее. И видно, что он ведет себя неадекватно не потому, что он таков, а просто потому, что это место ему непонятно. У него нет там ни зоны талантов, ни зоны понимания. Тут же его перемещают, там, например, на должность ниже. Ну, то есть он становится руководителем, но небольшого отдела. И тут же все встает на свои места. То есть он тут же становится опять адекватным, успокаивается, он тут понимает, что делать. Наверное, такое замечали часто в чиновниках. Люди так себя ведут, это бывает, то есть у публичных фигур. То есть когда раз, человека переместили, и мы видим, что раз, человек не на своем месте, не знает, как себя вести. Это прям четкий идентификатор. Зачастую вот такое бывает у молодых людей. Это носит временный характер. Это неплохо, кстати. То есть здесь страшным это не бывает. То есть когда молодой человек вдруг занимает позицию, например, какую-то высокую, и чуть-чуть у него такое, знаете, чувство собственной гордости, я бы так сказала, чуть начинает подзашкаливать, начинает хвастаться. И вот в этот момент, если кто-то найдется старше и подкорректирует эту тему, то тогда это может войти в нужное русло. Человек сам поймет и признает многое, поучится. Это будет здорово. Кстати, отмечаю сейчас очень опасное в этом отношении перехваливание молодых людей. То есть у нас сейчас в культуре складывается такая, с одной стороны, детоцентрированность, с другой стороны, такое, знаете, отношение к молодым людям, которые только начинают жизнь, как к всезнайкам. То есть вы лучше нас, вы сами знаете, не надо вас ничему учить, и предыдущие поколения вас ничему научить не могут. Ну, к сожалению, это несет проблемную, очень, это проблемным фактором является, потому что в этом случае человек просто не опирается на прошлый опыт, считает, что ему не надо учиться, его несет. И просто вот эту адекватность, это и снижает свое время. Владимир Семенович Высоцкий правильно сказал в своей песне, что виноват и не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей, и жираф большой, ему видней. То есть в этом смысле среда вот такая вот, которая уничтожает, я считаю, например, людей в этом смысле, то есть, конечно, она может быть очень ядовитой, токсичной, токсичной средой мы это называем. А можно ли противостоять этой среде? Да, можно противостоять. Конечно, зрелый человек уже должен этому противостоять, он должен это все знать. Как? Во-первых, он должен это все знать и понимать. Ну, то есть уже молодому человеку это тяжелее, безусловно, он пока сам голову не расшибет, лоб, он к этому не подойдет. Но человек зрелый, ну, например, уже к 40 годам уже пора, хотя, конечно, сейчас по международной классификации 44 года молодежь, но все же мне кажется, что человек уже к 40 годам должен соображать, что все же там, вот все это нужно делить на два. Ну, во-первых, особым образом относиться к лесте. То есть понимать, что люди тебя хвалят, но, наверное, ты не так хорош, как они говорят, что, наверное, они клоняются к креслу. То есть надо понимать адекватность своей должности. Затем, как и раньше лечились правители, чаще ходить в люди. То есть не надо отрываться от людей, слушать, что говорят люди. То есть чем выше статус, тем надо на более низкий уровень, так сказать, социально опускаться. Дальше. Не считать, что ты супер, там, непростой человек. Я, кстати, вот даже поймала, ну, ловлю иногда там как-то даже журналистов на то, что, например, они говорят, вот это руководитель, а это простой рабочий. Меня это коробит, честно скажу, потому что я человек советский, наверное, у нас так было не принято. Вот само, что люди все простые, мы никто не непростые. То есть, а это простой, там, тиктокер, а это все простые. И вот это вот надо понимать. Ну и, конечно, мне кажется, очень хорошо равняет, это, конечно, религиозность, вера в Бога. Потому что там человек, ну, обергордыния – это грех, а, во-вторых, он там очень четко встает на позицию соподчинения. То есть, что он не главный в этом мире. Уж простите за такой подход, но мне кажется, это… То есть, я здесь даже говорю это не как верующий человек, а говорю об этом как психолог, потому что, если бы, например, Бога не было, то, наверное, его следовало бы придумать именно хотя бы для лечения звездной болезни, как минимум. А где грань между звездной болезнью и просто высокой самооценкой? Ну, высокая самооценка должна соответствовать вашим действиям и результатам. Ну, например, если вы говорите о том, что вы крутой руководитель, то, наверное, у вас есть совершенно четкие показатели вашей звездности. Ну, например, ваш коллектив добился успеха, четко под вашим руководством вы на это повлияли. Или, например, вы завоевали какие-то награды, у вас есть результаты, вы помогаете людям. Ну, например, вот мы в профессии, как это видим? Если я понимаю, что, например, есть отзыв, если человек мне говорит, что да, действительно, ему помогли, то я на это смотрю. На критические замечания смотреть. И не только с той точки зрения, что нам завидуют. Знаете, сейчас такая популярная есть тема, вот если меня хвалят, то это здорово, а если негативно, то завидуют. Нет. Посмотреть, с чем это связано. Возможно, это не только зависть, возможно, мы вызвали это каким-то своим поведением, да, то есть, а возможно, просто там есть какие-то тоже проблемы, но на это стоит адекватно посмотреть. Ну, здесь, знаете, еще я вот, конечно, как такой человек, может быть, философски смотрящий на эти ситуации, могу сказать, что лечит очень хорошо любовь к людям и к себе тоже, ну, то есть, и к людям в основном. То есть, когда ты просто с любовью относишься к окружающим и с пониманием, что этим пропитано все, то, наверное, тут проще. И когда ты понимаешь, что, например, ты не один действуешь и не один, как руководитель, добиваешься вас командой, то тогда, конечно, это, наверное, будет хорошей профилактикой. Вот. И, конечно, попробовать слухи улавливать то, о чем говорят за спиной твоей. То есть, о чем и соответствует ли это твоим целям в данном случае. Ну, например, если все говорят, что у человека звездная болезнь, и в связи с этим это прям является, ну, например, как я слышала там по некоторым людям, когда даже не хотят дружить с людьми, иметь дело, вступать в проекты, а человек все еще считает, что он звезда, но, мне кажется, это можно увидеть. Зачастую мешает увидеть именно вот этот страх, желание блокировать свое общение. В первую очередь, для того, чтобы лечить звездную болезнь, нужно общаться с людьми и не бояться этого. А как вообще строится общение вот с этими людьми, если они настолько себя превозносят, что сложно подойти? Вы знаете, общение с этими людьми адекватно может быть только в режиме лести, к сожалению, потому что лечить их никто со стороны не собирается. Ну, так как я принципиально стараюсь не общаться с этими людьми, ну, просто такая у меня позиция. Ну, то есть, я не считаю, нужно мстить, то я сделала такой выбор в свое время, там, пусть у меня будет больше врагов, да, но я не хочу этих людей продвигать. Почему? Потому что я считаю, что, например, в определенных зонах, в определенных зонах профессиональных, это органы власти, это бизнес, вот такие люди. Профессионал, кстати, врач, например, это опасно, психолог, кстати, звездная болезнь здесь очень опасна. Вот эти люди, они своей звездной болезнью прямо разрушают суцум, потому что они являются, во-первых, олицетворением профессии, олицетворением зачастую, ну, там, если это органы власти, там, территории определенные, они прямо, там, звездная болезнь имеет разрушительные свойства. И вот здесь нужно этим людям прямо посмотреть, кто от них отворачивается, кто в их кругу остается, ну, то есть, это очень такой важный момент. Но вообще с ними общаться легко. И с ними, как говорят, как мне сказал один такой человек, который любит работать с подобными людьми, он говорит, работать с ними легко, льсти и поддакивай. Вот. Ну, я говорю, ну, а как же, если ты ловишь оскорбление, ну, и что, наплевать же. Вот когда, вот с такими людьми, со звездной болезнью, те, кому наплевать. Но есть ведь и другие люди. Это звезды, так называемые звезды шоу-бизнеса и так далее. И мы видим, к чему это приводит, звездная болезнь. Ну, то есть, голая вечеринка – это результат буквально звездной болезни совокупной. То есть, когда люди просто стали неадекватными, потому что вообще не понимали, что они делают. Но, как ни странно, звездная болезнь у актеров, представителей шоу-бизнеса не так опасна, как у управленцев. Потому что у них это как бы, ну, их настолько не уважают, будем так говорить. То есть, у них не настолько уважаемая позиция, хотя им кажется по-другому, и не настолько разрушительная, потому что зачастую к ним все-таки не относятся как к примеру. Вот у нас, со мной многие сейчас поспорят, скажут, ну, как же там с них снимают поведение. Я считаю, что изначально к ним все же мы их клеймим по-другому. Они служат для развлечений. Это просто в советском прошлом к нему относились, как к людям, у нас так было, что вроде как они проводники каких-то идей. Сейчас они таковыми не являются, и понятно, что это снижает где-то их статус, но все же там понятно. То есть, когда, например, эта звезда шоу-бизнеса просто является яркой, ну, будем честными, когда ты хоронил-то за кладбищем, то есть, в общем-то, в этом смысле такие люди уважения там особого такого не вызывают, и они не настолько влияют на жизни людей. Вот если мы говорим о непосредственном воздействии, о влиянии, то есть, когда это ваш руководитель, когда это человек, который отвечает за команду, мне кажется, влияние здесь серьезное. Хотя, я думаю, еще раз говорю, многие со мной поспорят и скажут, ну, как же, там, например, большой актер, он уже в воплощении роли там и так далее. Это да. То есть, если человек уже является символом чего-то, то, конечно, к нему уже социум присматривается. Но обычно за этим следят, то есть, идеологи государственные. То есть, это нормальная история. А если это просто мелкая звезда, там, тиктокер, ну, почему нет? То есть, там тогда наоборот, просто на это, ну, мы смотрим с другой стороны. На мой взгляд, это менее опасно все же. В прошлой программе с вашим участием мы говорили про лидерство, и вы сказали о том, что звездная болезнь – это слабое место. Абсолютно. Это хилесово пита. Вот ровно о том я и говорю. То есть, конечно же, звездная болезнь уничтожает лидерство. То есть, фактически, человек, который звездит, то есть, он неадекватен, понимаете, он как лидер проваливается. Ну, кстати, вот тот же эффект Данка, он же от звездной болезни. Ну, то есть, когда Данка вырывает сердце, светит толпе, а толпа просто затаптывает сердце. Это о чем? О том, что Данка переоценивает свои возможности. Он не понимает, что он делает в этот момент. Ну, там еще хорошо, там он хоть посвятил хоть минуту, да? То есть, хотя бы что-то там. Так бывает. Но в данном случае ведь это неверная оценка своих возможностей, возможностей людей. А представляете, если такой руководитель других людей в топку кинет? То есть, когда он считает, что он имеет право на то, чтобы, например, другие люди приносили себя в жертву. Ну, то есть, там, например, или что его потребности важнее. Мы же вот знаем, например, ну, это такое распространено, к сожалению. То есть, когда, например, руководитель может опоздать на час, там, например, куда-то там на совещании, например, причем не имея уважительных причин, просто потому что не считать людей значимыми. Ну, как бы, это же напрямую мы говорим в данном случае о пренебрежении к людям. Мне часто, кстати, задают там вопросы. Ну, я сейчас скорее привожу пример там из жизни разных регионов и вижу многое. То есть, на чем люди зачастую просто проваливаются вот в этой вот звездной болезни. То есть, зачастую говорят какие-то вещи публично, которые, ну, просто недопустимы. В этот момент выглядит некрасиво. Ну, например, там, мэр одного из городов там вдруг заявляет, да и вы вообще там идиоты, кто вас вообще может на работе держать, и завтра вообще здесь не будет вас, у вас надо стереть с лица земли. Ну, как бы, понятно, что долго человек не продержался, но тем не менее. То есть, вопрос, что человек это может говорить, ну, если не на камере, то, собственно говоря, своему подчиненному довольно публичная ситуация. Понятно, что сейчас люди записывают все эти вещи, то есть, понятно, что в данном случае мы получаем огласку подобную. Видите, вот тема такая, она во многом неприятная. Даже сейчас я говорю и понимаю, что вот эта вот тема, она очень такая, тем червоточина, да, потому что, когда мы говорим об управленческой истории, о лидерской истории, она, конечно, прямо роняет талант лидера. Может быть, это манера управления такая? Нет, не путаем со стилем управления. Манера управления – это совершенно другая история. Это стиль управления. А стиль управления связан с чем? С тем, что человек просто адекватен группе, адекватен задачам. И, например, если он, кстати, там могут быть жесткие вещи, там могут быть там и самые жесткие приказы и так далее, и, возможно, даже жесткая там ругань и так далее, но там это имеет цель. То есть имеет цель работы с командой в плюс. Когда же мы видим, что там только чувство собственной значимости, то это другая история. Люди это отлично отличают, видят это. То есть с чем связаны звездные болезни в данном случае? Это как раз бесчувственность, неумение чувствовать группу. Почему и Ахиллесова пята? Чувствительность теряется. Почему человек не знает, что делать? Ну вот если брать пример там из какого-то далекого прошлого, то, например, там того же там Петра Первого, несмотря на там достаточно его такой подход жесткий, у него звездной болезни не было. Потому что у него что было, были дела. То есть он был все время занят. Поэтому, например, он с одной стороны мог казнить людей, с другой стороны, там, например, броситься спасать там своего корабельщика, там и так далее. Потому что он был занят, постоянно вовлечен в дело. И там мы видим, что этого нет. Но когда... Вот тут, видите, как мне очень хочется как раз называть, как говорится, фамилии со звездной болезни, потому что каждый раз думаешь, что люди опомнятся. А звездная болезнь зачастую приводит к переоценке своих сил, к заточению там и так далее. То есть это довольно такая серьезная история. Ну вот, кстати, если уж из таких, ну, таких примеров более-менее безобидных, но в то же время трагических. Ну, например, там история с теми же самозванцами разными, российскими, она же про это. С Лжедмитрием, там, с Книжной Таракановой, там, и так далее. Это же про это. Про то, что человек вдруг думает, что как бы он это потянет, а он это не тянет. Чувство собственной значимости оказывается важнее адекватности. Это драматически иногда, да, история. Да, но бывает еще под такими людьми стоит кто-то еще со своими целями. Да, бывает. Подстрекателей, да, много. Спасибо за такой посыл. Да, действительно, зачастую людьми со звездной болезнью кто-то пользуется. Потому что есть интересант этого. И это не всегда люди, которые заинтересованы в вашем продвижении. Зачастую это люди, которые хотят вас выставить на посмешище, например. То есть это, да, это очень удобная мишень в этом смысле, конечно. Ну, тут, знаете, вы, конечно, вот сейчас говорите, вижу, что так много там вопросов, да, больше вопросов появляется, да, по ходу передачи. Ну, тут, смотрите, конечно, я бы жестко так не относилась, например, к себе, даже сейчас многие слушают, наверное, думают, ну, а как же вот у меня, вроде бы, есть это проявление, что с этим делать. Дело в том, что, конечно, мы люди, и у нас у всех есть проявление этого. В какой-то период жизни. То есть просто надо задуматься, например. Вот как поймать себя на это? И извлекать уроки. Ну, просто посмотреть. То есть что я сейчас делаю? Ну, во-первых, чаще задавайте этот вопрос, насколько я адекватен, что я делаю вообще. Если я просто похвастался разок, например, там, ну, условно, там, человек закончил вуз, и делает карьеру, и, например, приходит там к своим преподавателям, показывает, какая он звезда, рассказывает там, например, там. Это может быть и безобидно, если это просто рассказ, хотя преувеличенный очень иногда с таким чувством высокомерия, может быть, даже. Ничего страшного. Но если вы это признаете, то это нормально. То есть вы уже понимаете, как надо корректироваться. Если, например, разок вы там позвездили, там, ну, предположим, так бывает, там, показали чуть себя более значимым, чем хотели, просто от себя это зафиксируйте. То есть, что, да, я это сделала, но, может быть, больше повторять этого не следует. Я считаю, что здесь хорошим средством является чувство юмора некое, самоиронии все-таки. Ну, например, вы чувствуете, что хочется прихвастнуть, можно там сказать, ну, ребят, ну, молодежь, ну, кто красавчик? А я звезда. Вот. И это уже другое, согласитесь. То есть, ну, мы так делаем, да. Но здесь, когда ты понимаешь, что это все-таки, да, похвала, и ты себе это отмечаешь адекватно, ну, например, там вот сейчас тоже общались с руководителем, он говорит, Елена Закина, я вот все-таки там победила вот этого человека, и могу сказать, я молодец, и что теперь я этот опыт имею, и что теперь там я понимаю, что это прям здорово, это запомни, это другое. То есть, когда ты понимаешь, что ты победитель, и ты запоминаешь этот запах, вкус победы, и ощущения в теле от этого, это да. Но когда ты думаешь, что это, во-первых, произошло только благодаря тебе, красавцу, то это очень плохая история. Ну, еще, конечно же, этому очень помогает в современном мире посыл партнерства. Это, кстати, мне очень нравится, это есть такая сейчас позиция, что все же поищи партнерскую историю, поищи вин-вин. То есть, если у тебя получается, что не только ты один выигрываешь, а выигрывают все другие, тогда это круто. Это, кстати, в современном мире прекрасная тема. То есть, посмотри, и не хвастайся только своими достижениями. Посмотри, может быть, команда-то сработала. Может, ты вообще держишься только благодаря команде, например, на каких-то позициях. Будь ты там эстрадной звездой, будь ты, я не знаю, человеком власти или руководителем предприятия. Это да, это так. Но в любом случае, если ты имеешь отношение к людям, то, конечно же, с этим надо работать. А еще, знаете, конечно, во мне говорит сейчас не только психолог, но и пиарщик. То есть, понятно, что от звездной болезни там где-то мы тоже терпим. Можно спросить даже у тех, кто занимается пиаром, то есть, как относятся пиарщики к звездной болезни. Они вам все расскажут. Хорошо. Вот еще у нас не так много времени осталось до конца программы. Вот еще хотелось бы вот про звездную болезнь на предприятии, но с другой стороны подойти. Да, с какой? А если среди сотрудников зарождается такая звезда со звездной болезнью, они начинают отказываться от каких-то там поручений, требуют отношений? Ну, тут надо смотреть, насколько адекватно это требование. Еще раз говорю, звездная болезнь определяется только адекватностью. Если, например, реально это творческий человек, которому рутина мешает воплощать творческий проект, так бывает, то почему бы это не сделать? Мы так делали, кстати. Вот, например, ну, могу тоже честно сказать, там, например, люди жалуются, они говорят, мы не можем заполнять столько бумаг. Я вот, например, посмотрела там на определенный род деятельности, там, ну, там, у тех же бизнес-тренеров, и смотрю, действительно, их надо от этого освободить. Ну, то есть, пусть это делают другие люди. Ну, там, они делают свое дело. Так бывает. И если это адекватно, и он, правда, приносит пользу в творческом режиме больше, то да. Но с другой стороны, знаете, когда это неоправданно, то это легко лечится. Меня в свое время так легко излечил мой руководитель. Я тоже возвездила, вспоминаю там, и тоже сказала, я говорю, знаете, я вот прекрасный профессионал, я договор заполнять не умею. И мне руководитель сказал, отлично, отлично, Елена Закировна. Штраф, там, 200 рублей за каждый незаполненный договор, и вы, как бы, здесь, как говорится, свободны совершенно. Я подумала, посчитала деньги, посчитала, что я научусь заполнять договор. Тут, знаете, грамотный наставник может многое разрешить. Да, конечно, молодого человека надо растить. Да, люди сейчас приходят, например, на работу, они не очень адекватны. Но если он, например, не зашкаливает, нужно понять, адекватны ли его требования. Может быть, действительно они адекватны, стоит рассмотреть. Но если, например, человек там мешает действовать руководителю, вмешивается в процессы, которых он не понимает. У меня был недавний тоже пример, когда руководитель прям жаловался. Он говорит, ты знаешь, молодой человек, вроде бы довольно талантливый, но все время делает мне замечание, причем где-то на совещании, где мы уже награды раздаем. Я говорю, ну предупреди его прям публично, только не втайне там где-то за углом, а прям публично предупреди, что люди радуются с иронией, да, давайте сначала наградим. Он говорит, я его предупредил раз, предупредил два, ну ничего не происходит. Я говорю, ну отправляй куда-нибудь подальше. Я говорю, потому что в данном случае это имеет разрушительные свойства. Человека отправили в филиал, какое-то время побыл, вернулся, все понял, осознал. То есть говорит, я вдруг понял, какой это имеет разрушительную историю. Не понимал до этого, так может быть. То есть человек может молодой действительно быть дезориентирован. Молодых учить однозначно. Причем не бояться прям говорить. Потому что самым разрушительным является как раз вот это вот подчеркивание звездной болезни. Каждый раз, когда мы подчеркиваем, помогаем человеку свою звездную болезнь развивать, мы в данном случае его убиваем. Я вот тебе это так говорю. Бывали случаи, когда молодые люди обижаются. У меня самой был случай, когда прям девушка расплакалась, когда я сказала, я говорю, слушай, ну ты вот генеральному директору делаешь замечание, а у тебя квалификации-то хватает. И она заплакала. Вот. Я говорю, послушай, ну а что ты плачешь? Я говорю, тут такого ничего страшного-то, в общем, нет. Просто у тебя не хватает квалификации. Через полгода мне эта девушка позвонила, она говорит, большое спасибо вот за эти слова, потому что я вдруг начала как-то понимать, что я тоже имею значение. То есть до этого человек думал, что то, что он говорил, ну это просто такое, знаете, как щебетание такое вот оно как бы принимается и все. И вдруг, она говорит, при этих ваших словах я вдруг поняла настоящую значимость своих слов и ответственность за свои слова. Вот во многом, когда человек окунается в звездную болезнь, попадает вот в эту, как мне кажется, опасную зону, в данном случае, может быть, даже он недооценивает себя на самом деле. То есть это другая сторона недостаточного понимания своего значения. Вот. А когда у человека это уже понимание есть, то, конечно, он чувствует больше ответственность за каждое свое слово. И это, конечно, лучшая профилактика звездной болезни. Спасибо большое, Елена Закировна. Вопросов, конечно, у меня еще много, но время выпуска у нас дошло к концу. Спасибо. На этом выпуск подошел к концу. Это была программа «Разговор по душам». Сегодня гостем в нашей студии была психолог Елена Яшина. Мы разобрали некоторые нюансы звездной болезни. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова